Аквабионт Один из самых опасных аквабионтов очень похож на медузу. Это сифонофора Физалия, больше известная как португальский кораблик. От ее тела отходят длинные стрекательные нити. Яд в ее стрекательных клетках смертельно опасен для человека. Плавая в море, человек не видит эти нити. Случайно касается их и получает очень тяжелые осложнения. Если яда этого мало, образуется пузырь. Потом пузырь лопается, потом он заживает. Ну, типа ожога. Вот в тропических странах этот ожог может не заживать. А если очень много яда, может быть токсический шок, то человек просто может погибнуть в воде. Как уберечься? Считается, что медузы боятся солнца. Ранним утром риск столкнуться с ними выше. Днем, когда вода становится прозрачной, они уходят на дно. Что делать, если медуза все-таки ужалила, и человек почувствовал резкий ожог какой-то? Тогда нужно тщательно постараться сразу же морским песком снять вот эти стрекальные нити со своего тела. И уже после этого, может быть, обратиться к врачу. Другой вид аквабионтов – кораллы. Это живые существа. Лучше их руками не трогать. Их яд может вызвать сильный ожог. Туристка решила отдохнуть. Рост кораллов с одной стороны и рост кораллов с другой стороны. Она решила между ними сесть, ну, отдохнуть немножко. Подул небольшой ветерок, и эти кораллы с двух сторон как раз к ней прикоснулись. После этого она получила ожоги ужасные по всем ногам, совсем с двух сторон. Красный прилив – океаническое явление, красивое, но очень опасное для людей. К берегу прибивают бурые водоросли, которые окрашивают воду в красный цвет. В Австралии в это время появляются объявления. Красный прилив – советуем не купаться. Опасны не столько сами водоросли, сколько приносимые с ними ядовитый планктон. В одной газете я прочел, его назвали так – «Дьявольское послание с того света». Ядовитый планктон невидим на глаз, и тем особенно опасен. Это мелкие такие рачки, можно сказать, прикрепляются к водорослям. И если человек их касается, у него образуются ожоги. Самое неприятное, если он случайно вот этот планктон проглотит, он уже на глаз-то не виден, в общем-то, его проглотят, тогда ожоги уже будут в пищеводе. В открытом море особо внимательными должны быть люди с пониженным иммунитетом. Например, те, кто принимает иммунодепрессанты. В море их поджидает опасность у самого берега. В воде у берега моря, и даже не только у берега моря, содержатся так называемые галофильные бактерии. То есть бактерии, выдерживающие соль. И в случае снижения иммунитета, они проникают через неповрежденную кожу, вызывая очень тяжелые раны. Встречи с аквабионтами можно избежать, если не пренебрегать предупреждениями об опасности и плавать в черте благоустроенного пляжа. А самое главное – не совершать подводные заплывы без гидрокостюма. Марина Малахова, Георгий Сарсеков, Инфокс.